всем привет если вы хотите себе приобрести новенький телефон смартфон от компании huawei либо уже у вас он есть но вы думаете обновляться ли на 7 android и прошивку 5.0 ждете чтобы обновиться вот у меня в руках мэйт 8 я вот на его примере расскажу ну всю кухню расскажу вам три причины не покупать телефона huawei и не обновляться до 7 android сразу скажу что телефоном я был очень доволен когда у меня был 6 android 4 прошивка он у меня летал все бегала прыгала вообще было все клёво ничего не глючила интерфейс мне нравился все короче было круто да потом обновился и что мы получили давайте начнем с менее значимой причины это интерфейс после обновления если вы помните раньше была вот яркость где-то вот на этом уровне и она была такое большое большой скролл сверху и зеленые большие значки то есть пальцем было не промахнуться тем более на такой лопате это было ну реально удобно что сделали после обновления вот какая-то херня сверху какая-то маленькая полоска до которой постоянно натянуться с маленькими значками и вот она вот так растягивается вот то есть это напрягает это вообще не не прикольно сравнить с прошлой ну вообще ничего кроме вот этой штуки не почти не изменилось чуть-чуть там добавились настройки в камере там добавились фишки типа там типа сейчас украшение видео добавилось бессмысленное какие украшения фото замедление а ну в про режиме съемка в динджи в рав формате ну кто шарит фотографии кто-то поймет что такое динджи но смысла с него там с цветом можно поработать но я как-то поработал поработал денек поигрался еще и груду вторая причина это просадка в производительности а если он раньше не набирал в antutu 90 там 6 97 то сейчас он играет 91 может даже 90 то есть конкретно такая просадочка оказалось бы там в тысяч пять примерно она просела но на практике это чувствуется это даже чувствуется вот перелистывание рабочих столов даже в браузере если на тяжелых страницах то ну это вот видите но все очень жестко тормозит и даже я вам скажу что иногда клавиатура видите не появляется срабатывает клавиатура где-то клавиатура все завис то есть клавиатура может это на этом сайте не знаю может это на все на всех тяжелых сайтах то есть клавиатура видите она может не появиться может появиться надо обновлять и печатаешь и бывает такое что ты уже напечатал слово а буквы только потом появляются, короче, такая фишка очень неприятная, вот, по производительности все понятно, и, наконец, первая причина, самая главная, чем меня разочаровала вообще прошивка, и чем меня разочаровал Huawei, и вообще, как такое могло прийти вообще здоровому человеку в голову такое сделать, и так сейчас много китайцев хороших, помощнее системы, в такую, даже дешевле по цене, они вытворяют вот такие фишки, то есть, вот я вам рассказываю, вся фишка в том, что есть постоянный режим энергосбережения, то есть, его не отключишь, вот, смотрите, я сейчас покажу, то есть, вот, у меня не выключено, вот, все выключено, то есть, тут только заряд батареи, это просто показывается в процентах, вот оно выключено, режим энергосбережения, но, тем не менее, во всех стандартных приложениях, телефон, смс, там, почта, заметки и, самое главное, браузер, телефон при открытии этих приложений постоянно теряет яркость для оптимизации, типа, батареи, чтобы дольше, быстрее работал, и эту штуку нельзя отключить, и смотрите, как это работает все, вот, открываю браузер, и вот я его сворачиваю, вот он в трее, то есть, вот, вы, допустим, настроили для себя удобную яркость, то есть, вот эта яркость, потом вы, вот, сидите, там, в приложениях инстаграм, камера, там, play market, вот, видите, у меня, допустим, инстаграм, такая яркость экрана, заходите в браузер, и у вас экран тухнет на процентов 40, то есть, вот, видите, какой он сейчас, а какой при открытии, то есть, на процентов 40 он просто тухнет, и это вообще нереально, вообще неудобно никак, кому эта вообще идея пришла в голову, зачем такое делать, это просто какой-то бред, это есть в каждом телефоне Huawei новом, даже в P10, который только что вышел, если вы мне не верите, зайдите в любой салон, возьмите P10 и проверьте, откройте браузер, и вы посмотрите, как у вас экран просто тухнет на процентов 30-40, вот, плюс, чем он больше загружен телефон, тем больше браузер тухнет, это просто бред, теперь я буду продавать этот телефон, потому что как-то откатываться на 6-ой Android не вижу смысла, зачем откатываться куда-то назад, если надо идти вперед, надо обновляться, надо получать свежее, свежее программное обеспечение, так что вам решать, стоят ли эти причины того, покупать вам или не покупать Huawei, я надеюсь, что вы, конечно же, выберете другой аппарат, потому что это недопустимо, это издевательство просто над людьми, ну, это все мое мнение, если вам без разницы все эти три причины, то, пожалуйста, покупайте Huawei, все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok